Геннадий, я вас приветствую. Да, вроде бы пока еще есть гудков. Геннадий, будем с вами говорить, разумеется, сейчас о так называемых выборах в регионах 8-10 сентября. Но очень коротко, все-таки вам тоже хочу задать вопрос. 11 сентября 2001 года, вот такая вот годовщина, 22 года. Я был в это время как раз в Нью-Йорке и совсем неподалеку от Всемирного торгового центра. И почему я вот об этом также сегодня вспоминаю. Вот как закольцовывается история, да, вот реакция на теракты российского правительства и Путина лично тогда, да, и сейчас заявление Медведева, такой открытый троллинг и намек, что вот они дождутся, я его цитирую, в какой-то момент террористы снова осуществят атаку в стиле 11 сентября, но с атомной или биологической составляющей. То есть уже такое, знаете, неприкрытое издевательство. И вот как вы это расцениваете вообще? Почему сейчас предыдущий наш гость сказал, что вообще лучше не обращать внимания на Медведева? Он пустышко, ничего из себя не представляет. Тем не менее, ему позволено писать то, что он пишет. И я думаю, что это неспроста. Уже нельзя не обращать внимания. Медведев это повторяет не первый раз. Медведев каждый раз ужесточает и усиливает эту составляющую. Я вообще думаю, что в его словах кроется угроза миру вообще всей цивилизации. У меня возникает предположение, что они всерьез, первое, что они хотят сделать, это помочь вооружить ядерным оружием отмороженные диктаторские режимы. Такие, как Северная Корея, Иран, в обмен на военную помощь. Вот у меня серьезные есть предположения, подозрения. Они, к сожалению, может быть, не опираются на какую-то информацию. Я думаю, что разведки сейчас должны очень внимательно отнестись к этим заявлениям Медведева. Вот кончилось то время, когда можно было на этого дурака смотреть, так сказать, с тоской или со смехом. Чувствуют, что они что-то замыслили. Это вот повторяемость, она не просто так. Поэтому я бы, например, сейчас все-таки очень внимательно следил за тем, что происходит внутри путинского окружения. Я надеюсь, что у западных разведок такая возможность есть. Я очень на это надеюсь, потому что, на мой взгляд, сейчас это важно. Они же чокнуты. Они чокнуты, каждый день они становятся более и более отмороженными. Они становятся все большими террористами. Они уже ничего не стесняются. Вы уже знаете, что запланирован визит этого пухлого Кима в Россию. Это все не просто так. Там был уже министр обороны вот этот обгаженный Шойгу с головы до ног. К нему понятно. Там долгое время задним местом стоял Ким Чен Ын, который специально прошел мимо него. Повернулся к нему, извините, заражение жопой, потому что по-другому не скажешь. И разговаривал с каким-то китайцем, унижая российского министра. Ну и так ему и надо. В общем, кто его уже только теперь не пинает и не унижает. Ну, плохо то, что переговоры состоялись. Какая-то, безусловно, помощь идет. Какие-то решения принимаются. За всем этим понятно дело. Уж извините, козе понятно стоит Китай, который чужими руками может кое-что делать. И даже немало. И все вот это вот не очень хорошо. Плюс добавьте сюда всяких отмороженных и стремящихся развязать ядерную войну на Ближнем Востоке иранских Айатоллы и всех этих прочих правителей. Добавьте сюда усложнение отношений Китая и Соединенных Штатов Америки, которые наблюдаются. Мы же видим, что на 20-ку Синцепин не приехал. У меня вот до сих пор нет ответа на этот вопрос. Потому что это же очень серьезно. И когда страна на важнейшем мероприятии не участвует, а это страна экономиками играет, там не Россия, которая там на 11-12 месяце как экономика, уже, по-моему, вперед пропустила Южную Корею. То есть что-то там происходит. То, чего, например, я пока не понимаю. Очень бы хотелось, чтобы мне это все-таки объяснили люди, глубоко знающие сейчас современное состояние Американо-китайских отношений. Вот. Поэтому все это не очень здорово. Все это не очень здорово. Мы не можем сейчас пропускать вот эти выпады, как это было раньше, как говорится, мимо ушей. Это еще очень важно, Геннадий. Знаете, почему? Вот я уже цитировал, ссылался на пост моего товарища известного одесского, такого украинского поэта Бориса Херсонского. Он пишет, что очень важна сейчас вот такая инициатива, идея опубликовать все посты, собрать их в хронологическом порядке в одной книге, издать это и перевести на основные европейские языки, и вот не пожалеть денег на распространение. Опять-таки, не для афиширования этого персонажа, не для его рекламы, а чтобы дать понять, что, по сути, сейчас, вот в контексте, что мы начинаем больше слышать о том, что, ну вот, затягивается контур вступление, нужно думать о переговорах. Это вопрос переговоров с кем и о чем. Эта сторона не готова к переговорам. Они раскрутили абсолютно геноцидальную риторику в лице именно Медведева, которая сродни этому радио «Тысяча холмов», из-за, помните, которая раздавала в Руанде кровавую вражду между Туци и Хуту и привела к геноциду в 2 миллиона человек для не очень густонаселенных этих стран. То есть, там была выкрашена практически треть, наверное, населения этой народности Туци. Ну и, по сути, вот, я абсолютно солидарен с этой инициативой, и, кстати, буду об этом, наверное, говорить. Действительно, посты Медведева – это вообще особый такой жанр. Ну вот тогда уже, если вы упомянули, я собирался немножко позже об этом с вами поговорить, ну вот Ким Чен Ын, бронированный поезд, вот он уже, может быть, даже несется, должен, по идее, уже вот-вот там быть на подъезде, да? Медленно ползет. Медленно ползет, а Путин медленно летит туда через, сколько там, 9, 7 или 8 временных поясов. То есть, а, послезавтра будет это даже состояться уже, мне подсказывают редактора. Ну и ожидается, что встреча будет сосредоточена на поставках боеприпасов в Москву. Блумберг из Дании считает, что северокорейское вооружение могло бы позволить Российской Федерации продолжить вторжение в Украину, однако оно недостаточно современно, чтобы изменить течение войны. Ровно через два дня, но он уже выехал, да. Да, Владивосток, город Владивосток, они встречаться будут. Но все равно, тем не менее, летит туда Путин, ну что, ради такой старой советской рухляни, то есть он летит, проржавел их снарядов, ну не летел бы, если бы это было несерьезное подспорье. Там не забывайте, что такое Северная Корея. Это одно из обличий Китая, уж давайте так по-честному говорить. Не удержали бы там эти диктаторы, там никакой власти, если бы там не была мощнейшая поддержка Китая, которому Северная Корея нужна, как бешеная собака, бросающаяся, так сказать, безумно на соседей на всех. И уж для этого держат там. То есть вы, возможно, даже такая формула, которую выработал Путин, по которой товарищи из полюбюро решили таки начать поставку оружия России через Северную Корею. Крайне будет затруднительно отследить этот вопрос, потому что, ну и границы там и так далее, и все это может... Ну да, я считаю, что да. Я считаю, что Северная Корея не обладает экономическим потенциалом, способным помочь Путину в этой войне. Это мое такое ошибочное поверхностное, а может быть совсем не ошибочное и совсем неповерхностное мнение. Нет у них экономического потенциала, страна живет в концлагере, народ, вернее, живет в концлагере, страна живет в нищете. А вот Китай может. Китай может, и меня очень смутило вот это вот отсутствие сецепения на саммите 20-ки. Это не просто так. Вот поэтому я считаю, что тут надо очень внимательно сейчас следить за этими событиями. По-любому Путин нашел тот вариант. Путин так просто не полетел. Он и так, как говорится, там из бункера старается не вылезать. Мы там не берем некого другого Путина, который, похоже, просто хорошо слепленный двойник, который там со всеми обнимается, целуется в засос, как говорится. А тот, который встречается, требует 10-12 минимальных дней в карантине, а то больше. Поэтому вот этот Путин бы никогда не поехал туда, к Ким Чен Ыну, если бы не было надо. Все-таки это лететь туда, я хрен знает сколько. Я летал в Владивосток, довольно утомительное путешествие. Причем оно идет на восток. На восток всегда лететь сложнее, чем на запад. Ну, я имею в виду, там, акклиматизация, вот эти часовые пояса, сдвижка по времени. Намного легче лететь на запад, чем на восток. Ну, такова особенность человеческого организма. Временных этих поясов лучше делать позже, чем раньше. Поэтому вот я думаю, что это не просто все так. Очень внимательно сейчас нужно следить за этими отморозками российскими, и за всеми теми, кто может им помогать. Поэтому, мне кажется, сейчас мир рано расслабился. Заговорили там про какой-то мир. Вот меня все время коробит, Питер, мне коробит. Как в каких переговорах они говорят с кем? Террорист Путин, террорист Лобров. Люди, исповедующие террористический метод не только ведения войны, но и внутренних разборок. Путин же доказал, что он террорист, грохнул. Пригожные, взорвав самолет, так сказать, там, или уничтожив ракету, это уж не имеет значения. Важно, что это была публичная расправа. Внесудебная. Абсолютно внесудебная. Поэтому он террорист. Как может двадцатка принимать представитель страны, спонсор терроризма Лоброва? Как оно может принимать, как посланца, человека, разыскивая международным уголовным судом по ордеру за варварскую депортацию украинских детей? И так далее. Мне кажется, что мир чего-то расслабился. Где вот этот процесс продолжения признания страны России спонсором террора? Где процесс о признании какой-то части верхушки политической России людьми подозреваемых тяжких военных преступлений против человечности и человечества? Вот это все куда-то ушло. Все какие-то эти там заговори, вот эта бездарность, вот это непонимание исторического процесса, они хотят новый Мюнхен-38 запулить. Вот все то, что сейчас делается, некоторыми, некоторыми, подчеркиваю, политическими кругами, это подготовка нового Мюнхена-38. Чем закончился Мюнхен-38, мы знаем. Большой войной, так сказать, Второй мировой войны, войной 39, вторжению в Польшу, вступлению в войну Франции, Англии, Британии и, так сказать, многими другими страшными кровавыми процессами, которые подарил миру, если так можно выразиться, Мюнхен-38, этот сговор. Поэтому, мне кажется, что никакого Мюнхена-38 не должно быть. Сейчас, мне кажется, надо возобновить общественное мнение. Он, может быть, действительно правильно сделает, вот это сделает. Это, мне кажется, сейчас в мире делается очень большая ошибка. Я почему сейчас говорю? Я спорю с своим старшим сыном. Мы с ним довольно эмоционально все это обсуждаем. Я говорю, что, слушай, французы готовы предоставить возможность, для такого обычного нормального СМИ, с информационными программами, ток-шоу, кино, театрами и так далее, спектаклями и прочим, готовы предоставить спутник для доведения телевизионного сигнала до 4,5 миллионов домов в России, только в европейской части. Что мне говорит Дмитрий? Это огромные деньги, но создавать СМИ никто не даст, чтобы это работало, чтобы это работало эффективно, чтобы это достигало мозгов россиян, вот этих оболванных рекламой, так сказать, зашворенных вот этим державным шовинизмом. Это надо 50 миллионов в год. Я вот так думаю, сколько стоит один залп, хороший залп, допустим, за хаймерсов, сколько он стоит. Сколько вот, вот если действительно сейчас, что нужно, убивать хаймерсами людей или раздебиливать их? Вот что дешевле? Вот когда вот так вот рассуждаешь, понятно, что дешевле менять сознание с помощью контрпаганды, с помощью доведения до людей правды. А попробую сейчас задать вопрос, ребята, дайте нам 50 миллионов долларов в погоду, чтобы большой СМИ с традиционными, как говорится, формами, форматами, работал бы на раздурачивание, раздебиливание, на контрпропаганду в России. Ну, Геннадий, это если мы подразумеваем, что этим людям нужна правда. Всем людям нужна правда. Всем людям нужна правда, только не все, и не сразу до нее доходят. Немцы тоже все были оболванены, и не только немцы. Можно вспомнить очень много в истории примеров, когда все народы оказывались в состоянии зомбированного гипноза. Это такое бывало, такое есть, и такое еще, к сожалению, будет. Такое еще будет. Ну, а давайте вот так вот, по-честному. А что Китай? Не зомбируют своих на лидерство коммунистической партии, которая там 70 лет у власти, и никого больше не пускает. Не зомбируют, нет пропаганды, нет там каких-то этих... Я был в Китае. Прекрасные ребята, замечательные, талантливый народ. Как только за дело заходит, речь заходит о демократии, о каких-то вещах, они прямо вот замыкаются. Вот раз, и в эту браковинку свою. И не хотят об этом говорить. Почему? Таких народов много, к сожалению. Таких периодов в истории много, когда люди впадают в коллективный психоз, коллективный набиоз, я уже не знаю, там, во что еще, в коллективное какое-то, так сказать, там, состояние агрессивного гипноза. Или в состоянии агрессивности массового гипноза. Агрессивного массового гипноза. Тут есть существенная разница. Китай, по крайней мере, пока не нападает на своих соседей. То есть даже не будучи демократии, и примерно вот Россия уже, наверное, приблизилась к Китаю по уровню зажима прав и свобод, вот Россия немного по-другому ведет себя. У меня вопрос, Питер, а чего вы такое слово «пока» так сильно нажали на слово «пока»? Потому что, я думаю, во многом будет зависеть дальнейшая история человечества всего, и Китая, и всех нас, вот, исхода войны России против Украины. Вы понимаете, что вы понимаете, как все умные люди, что вот это слово «пока» здесь ключевое, потому что основание для беспокойства, тревоги есть полное, по полной программе. Ну, поэтому мы с вами четко понимаем, что народы время от времени, в диктатурах, в авторитарных режимах, в пунктах, они впадают в состояние массового гипноза. Поэтому, когда я говорю, что если мы там всерьез должны вести борьбу с патенизмом, должны в себя включать и такие формы работы, потому что сначала, потому что нужно менять мозги. Может быть, не нужно попадать в мозги специального выстрела там в какой-нибудь снайперской винтовке, это дороже и сложнее. А вот когда попадает информация в мозги, начинает... Потому что что происходит в стране? Страна поражена военной цензурой, как-то, так сказать, там, раком в последней степени, везде эти метастазы. Любое слово. Нет СМИ, нет закрытой интернета, там нет Твиттера, нет там Фейсбука, нет там Инстаграма и так далее. Там остался один Ютуб, и его хотят сейчас закрыть. То есть достучаться, просто рассказать правду, просто показать. Причем правду как? Вот мы с вами сейчас говорим, опять-таки, мы должны быть честными своими слушателями. Мы же общаемся в том информационном слое, в том информационном пузыре, как говорят там некоторые товарищи, которые и так, в общем-то, понимают, о чем мы говорим и в каком направлении мы хотели бы двигаться и действовать. То есть мы говорим сейчас в среде своих союзников, сторонников. Они там могут увеличиваться, таскать и так далее. Но в целом мы говорим для людей, которые нас понимают. А вот те люди, которые нас не понимают, до них нужно наводить этот продукт в другой форме. В понятной форме. В том числе им нужно понять, опять-таки, что различаясь теми переговоров, опять-таки, переговоры с кем этот человек, Путин и компания, они всячески дают понять, что не только не готовят переговоры, они готовятся к затяжной войне. И вот даже сейчас есть информация о том, что Россия в ряде воинских частей создает отдельные подразделения, вы уже это слышали, может быть, даже с вами говорили немного об этом уже, которые укомплектовывают наемниками из Средней Азии. Такие подразделения обозначили символом А, А, расшифровываются как Азия. Об этом сообщает президентское движение АТЭШ в Телеграме, ссылаясь на сведения источников. И по данным партизанов, такие вооруженные формирования набирают мигрантов, которые хотят получить российское гражданство или заработать денег. В ряде воинских частей созданы отдельные подразделения из числа мигрантов из Средней Азии. Это позволит ненадолго отсрочить вторую массовую волну мобилизации, запланированную на эту осень. И в свою очередь Минобороны Украины говорит о том, что Российская Федерация возможно мобилизует еще 700 тысяч россиян. Вот. Давайте, давайте сейчас быстренько глядем, что думают наши пользователи Телеграма об этом и обсудим. 13 процентов считают, что это приведет к еще больше потерянном фронте, 7 процентов к росту недовольства в обществе, 7 процентов опять-таки к очередной волне эмиграции, 73 процента. Все вышеупомянутое, но Путина это не остановит. Мне кажется, тут, не знаю, все четыре опции, мне кажется, могут иметь место. Вполне подходят здесь. Вот я примыкаю к 73, не потому, что их больше, а потому, что я всегда об этом так и говорил. Конечно, это не остановит. Он будет действовать до последнего россиянина, чтобы удержать свою власть, чтобы удержать свою подлую, никчемную, кровавую власть. Вот, это совершенно очевидно. Но тут еще вопрос какой. Они, конечно, там сейчас вербуют иностранцев, мигрантов. В Кубе произошли даже аресты на этом фоне. Там аресты, ну, по-моему, 17 человек, которые пытались развернуть там вербовочную кампанию. Куб показал фигу большую Путину, очень большую фигу и обидную. Но это и хорошо. Я, кстати, я рассмотрю, Венесуэла, видимо, тоже готова эту фигу показать, потому что Венесуэла никогда, нигде не раз, в России не поддержала. Ну, кроме там пассивной процедуры голосования в ООН. И то, по-моему, она воздерживалась. Но, тем не менее, мы с вами должны понимать, 700, конечно, они не вербуют. Это они там надувают чайки и пытаются запугать. Но 1200-300 могут. И они начнут с этого призыва. Они начнут вот этих молодых пацанов, которых они загоняют в армию. Я не знаю, вы служили в армии? Нет. А я служил. Я служил в армии. Я очень хорошо понимаю вот это психологическое состояние первые месяцы, первые недели. Молодые. Я-то еще пришел после института, мне было легче как бы. Я уже был таким, более взрослым. А вот эти молодые пацаны, они же, конечно, там домашние в основном. Сейчас нет таких уж каких-то суровых условий. Для них это довольно стрессовая ситуация. Вот в этой ситуации к берегу, на руках. На что, в общем-то, и рассчитывает Министерство обороны. Они сейчас будут им предлагать, скажут, ну что ты, сейчас вот тут ты сапоги сотрешь, ноги сотрешь, кровь в этих сапогах, шагая по плацам, а мы тебя сейчас в учебку нормальную направим, будешь боевой работой, заниматься, денег тебе кучу дадим, ты отправишь деньги своим, так сказать, родным и близким, они тебя зауважают, ты будешь парень крутой, всю свою деревню, село или подъезд. И они начнут сейчас вот эту вербовочную работу среди, вновь объявленного вот этого осеннего призыва. А потом уже, когда кончится это и это пушечное мясо, они, конечно, пойдут на принудительную мобилизацию. Я так понимаю, что компания по привлечению мигрантов, которые говорят, либо хочешь получить гражданство, ну иди повоюй, там 50% минимальный шанс, что ты оттуда не вернешься. Но если вернешься, без ноги, без руки, без чего-нибудь еще, мы тебе, наверное, дадим гражданство и даже назначим какое-нибудь пособие по инвалидности. Вот. Там, я думаю, что не пройдет такая компания долго. Она уже, мне кажется, исчерпала себя. Кто хотел, кто мог, они уже все пришли. Поэтому я в нее не верю. А вот принудительно, они пойдут. И я вот к этим 73% присоединяюсь. Будет все и недовольство, и проблемы, и там рост настроения и таких-сяких. Но Путина это не остановит, потому что ему плевать на все 140 миллионов. Ему главное самому выжить в этой ситуации, перевести ее в какое-то понятное для него русло, где он может долго-долго сохранять сам себя, свою власть и вот эту текущую войну. Желательно для него перевести войну в окопный, так сказать, на окопный характер боевых действий, заморозить этот конфликт до известной степени, превратить вот в это окопные противостояния, артиллерийские дуэлии и так далее, и тому подобное. Об этом он мечтает. Но если Запад не понимает, что нужно Украине давать сейчас, чтобы не тянуть годы, достаточное количество оружия, чтобы иметь преимущество, не паритет, а преимущество и в воздухе, и в артиллерии, и в системах, поражающих логистическую всю структуру, тыла и групп, говоря. Ну, о чем мы тогда будем говорить? Вместо этого слышали они там это, усилили сопротивление Путина, запретили россиянам въезжать в Европу с личными телефонами, лэптопами, лекарствами, личными вещами и еще чем-то. Охренеть можно просто. Я уже, у меня просто кончили слова, потому что, если эта мера направлена на помощь Украине, то это как раз наоборот. Это как раз помощь Путину. Геннадий, у нас крайне негативный. Но с вами, да, с вами, отрабатывают. Тут можно спорить несколько аспектов, с вами согласен наш предыдущий спикер Сергей Астанянов, и у меня позиция ваша, по крайней мере, понятна, но остается две минуты, я как бы обещал, что мы вернемся к этой теме, наверное, она заслуживает большего, но все-таки вы, как бывший народный избранник и многолетний депутат Российской Думы, вот ваши рефлексии на тему того, что вот состоялось в России 8-10 сентября, так называемые региональные выборы губернаторов и так далее. Интересный результат, что помимо абсолютно единогласной, единодушной поддержки Российской партии «Единая Россия», вот в Хакасии все-таки остался на посту коммунист при посту губернатора, как это можно интерпретировать? Да никак. Собянин 76% набрал, ну какие-то, это можно назвать сюрпризами, или это все тоже та же игра и шинма? В России нет партий, в России, по крайней мере, в парламенте совершенно точно, там яблоко еще пытаются что-то сохранить с большим трудом, но они сейчас даже говорить слово «война» не могут, остальные партии, это все партии войны. И какая хрен разница, какая рожа у партии войны коммунистическая, там спровороссовская, ЛДПРшная или ядроссовская? Это четыре одинаковых морды войны. Поэтому какая разница, какая морда в каком регионе осталась? Не имеет никакого значения, абсолютно. Вообще нужно забыть про этот фарс, то, что мы называем выборами региональные и выборами муниципальные. Если мы что-то должны сейчас делать, это организовать какую-то альтернативную кампанию по недоверию Путину на грядущих президентских выборах. Вот это, я думаю, более важная и более реальная задача у российской оппозиции. По крайней мере, мы должны попытаться сделать так, чтобы Путину было очень неуютно в этот момент задач. предельно понятна ваша оппозиция, но на самом деле полторы минуты это то, чего и заслуживает вот эти так называемые выборы, этот фарс, который произошел. Тут больше ничего не скажешь. Спасибо, merci beaucoup, спасибо. У нас на связи был оппозиционный политик в Париже, как мы его сейчас зовем и величаем, Геннадий Гудков. Спасибо, Геннадий. Геннадий Гудков.